Мне кажется, это естественный процесс. Вот я, Марина Абрамовича, так это сформулировала, что деньги и известность – это побочный продукт культурной деятельности. То есть художник создает свои произведения для того, что он хочет высказаться. Но если он успешен, то по ходу дела у него появляется этот побочный продукт. И естественным образом они пытаются его реализовать. Говорить о том, что удачно, что неудачно, насколько удачно. Ну вот, знаете, все-таки Гавел стал президентом. Он до этого был писателем, в общем-то, звездой, литературной звездой. Это очень удачный пример. Там Рейган – актер, телеведущий. Ну, конечно, у нас в России чаще всего бывает стыдно за звезд, которые идут в политику, потому что чаще всего это просто власть их под себя каким-то образом ориентирует. И это такая имитационная политика. Поэтому в целом этот процесс неизбежный. Но российская практика скорее немножко неловкая. Продолжение следует... Продолжение следует...